Праведный Иоанн Кронштадтский. Христос – Спаситель мира. Воплощение Сына Божия для спасения людей было совершенно необходимо. Чтобы спасти человека, надо было удовлетворить правде Божией за грех человека. Но ни один человек не только за других, но и за себя не может дать выкупа. Кроме того, нужно было сокрушить в человеке силу зла, удалившую его от Бога, без чего нельзя было соединить его вновь с Богом, который гнушается грехом. А истребить человеческую греховность для человека, кто бы он ни был – дело невозможное, потому что она есть глубокая порча человеческой природы, истребить ее значило то же, что воссоздать человека. Кто же мог воссоздать человека, кроме Создателя? И вот через воплощение, страдания и смерть вычеловечившегося Сына Божия принесено удовлетворение правде Божией за грехи человеков. А через Его спасительное учение, через Его жизнь, Его животворящее тело и кровь и другие таинства, обновлено, воссозданно и воссоздается человеческая природа. Спаситель, как безгрешный Бог и человек своей земной жизнью и своими делами вместо нас оказал совершеннейшее послушание воли Бога Отца с полным отречением от своей воли. Он потерпел все присужденные правдой Божией скорби, страдания и самую смерть. И как грех Адамов сделал всех людей виновными пред Богом, так и праведность Бога человека, как второго безгрешного Адама, делает их праведными пред Богом через их веру в Бога человека. Но спасение наше совершенно совершено не безусловно. Чтобы быть нам в числе спасаемых, нужно принимать всем сердцем спасительное учение Иисуса Христа и поступать по Нему. Нужно также каждому по мере сил своих подражать жизни спасителя. Аще кто мне служит, мне да последствует. И где же есть аз, то и слуга мой будет. Евангелие от Иоанна, глава 12, 26 стих.